Мышь, куст и еще пара местных сталкеров, дворец пионеров разбирались месяцок назад. Подорвали часть завалов и проникли в кладовую актового зала, где при Союзе всякие выступления и концерты проводились. Сколько, по-твоему, стоит жизнь человека? Ого, от моего ответа зависит, наверное, что он нам что-то скажет или что-то не скажет? Ё-моё. Ну давай попробуем третий вариант. А чё это за вопрос? Человеческая жизнь цены не имеет, она священна. Мужчина чуть склоняет голову на бок. Ээээ, приятель, ты сейчас точно серьезно говоришь? Мне кажется, он намекает на то, что она не стоит сейчас ни хрена. Ну давай тогда сменим наше направление. Да не, шучу. Жизнь человека копейки стоит. Взгляд мужчины просветлевает. Его плотно сжатые губы кривят легкая улыбка. Вот это я понимаю, деловой человек. Слушай, короче, в пределах городской черты гуляет группа одного чёрта по кличке Губер. Мне, да и не мне одному, давно уже его кончить охота. Дерьмо, кусок. Спасителем пустоши себя возомнил. Бродит со своими идиотами по окрестностям. Мутантов с бандитами отстреливает. А потом в наш палаточный городок заруливает. За защиту и потраченные патроны. Деньги из людей вытрясать. Есть тут такие, кто добровольно ему платит. И ещё спасибо говорят. А мне вот это совсем не по душе. Я мутантов избегать умею. От бандитов спрячусь. Коли чё. Зачем мне эту падаль платить? Сам подумай. Лучше уж тебе накопленное отдам. Если пообещаешь кончить недотёпу. Что скажешь? По рукам? Только сразу предупрежу. Разговором с ним договориться не выйдет. Он если кого незнакомого видит, сразу за бандита принимает и отстреливает. А я что за это получу, а? Да не поскуплюсь, не волнуйся. Тысяча рублей и всё, что найдёшь на телах этих негодяев. Ну это бы я и без тебя их обчистил. Ну ладно, за тысячу тогда так и сделаем. Думаю, что я смогу этим заняться. Замечательно! Значит так. Обычно Губер и его шайка оперируют на юге города. Разберись с ними и возвращайся ко мне за наградой. Так и сделаю. Всё, пойду его искать. Нам дали новое задание. Давай-ка прочитаем. Мёртвый город. Сталкер по имени Куст попросил меня перебить шайку некого Губера. Их можно найти на юге города. Круто! Так, а где тут ещё какой-то мужик? Вот он стоит. Давай-ка тебя спросим. Ты кто такой у нас? Невысокий мужичок в запылённой рабочей одежде увлечённо рассматривает вас с хитрым прищуром. Ровно до того момента, когда наконец замечает, что вы смотрите на него в ответ. Это происшествие моментально меняет поведение чужака. Он улыбается и приветливо машет вам рукой. Эээ, добро пожаловать в ад, дружище! Я Лёха Бурундук. А ты чих будешь? Я тут проездом. Ответишь на пару вопросов? Мужчина на полминуты зависает с интересом, разглядывая вашу обувь, после чего вздрагивает и быстро отвечает. Ээ, да, конечно, запросто! Почему тебя Бурундуком прозвали? Мужчина подмигивает вам. Ээ, потому что я запасливый. Не из-за щёк же. Ээ, интересно. Спрашивай, чё ж там? А как здесь живут люди? Да вот живут как-то. А это место адом называю. Но это только из-за постоянных эпидемий, мутирующих тварей и кучи мест с повышенной радиацией. А так-то тут совсем неплохо. На любителя, но неплохо. Ну, так уж и неплохо, ладно. А чем ты тут занимаешься? Да как и все, мародёрствую в мёртвом городе, провода преимущественно таскаю, сбываю потом мутантам-железячникам или ещё кому-кто под руку подвернётся. Ну, типично, да. Какие слухи гуляют по окрестностям? Лёха вынимает из кармана питающуюся от динамо-машины велосипедный фонарик и подставляет его себе под подбородок, заставляя своё лицо светиться призрачным бледным светом. Байки любишь? Ну, так слушай мрачную легенду о генерале Рядовом. В день, когда бомбы падали, генерал в местной части повелел Рядовому начистить себе сапоги. Тут принялся за дело, как вдруг ба-бах! Ядерный взрыв. Ну, и сплавило их двоих воедино, генерала и Рядового, в один живой организм, похожий на замысловатого кентавра, только без кожи. Говорят, если безлунной ночью как следует прислушаться, можно услышать, как эта тварь по сей день пустоши бороздит. Матом ругается, гауптвахтой сама себя угрожает и позорным устранением из рядов Красной Армии. А все потому, что передние ноги у кентавра генеральские, и они в бой спешат карать антисоветскую сволочь, а задние ноги от рядового достались. И они в обратном направлении все бежать стараются домой, к маме, понимаешь? Потому что мама это святое. Да, про маму это ты метко подметил, действительно. Ну, давай-ка сменим тему. Мужик только пожимает плечами. А чего ты меня так рассматривал, а? Мужчина несколько смущенно отмахивается. Да не, не беспокойся насчет этого. О таком говорить некрасиво, все в порядке. Да ладно ты че, мужик. Давай используем харизму. Да ладно тебе, Леха. Все ж свои, а? Я ж тоже Леха. Успех. Ну, ладно, ладно. Думаю, тебе можно доверять. Просто не хотелось тебе говорить, потому что ты не местный. А не местные плохо наши логики в здешней понимают. Все, что я делал, это прикидывал, сколько я смогу за твое шматье выручить, когда на твой труп в пустошах наткнусь. Вот сразу лицо злое сделаешь. Я же говорил, что не поймешь. Я не к тому, что грабить или убивать тебя собираюсь. Ты мне может как сын дорог. Просто жизненный факт. Большинство приезжих красавцев, которые без опыта и без знания здешних краев в мертвые горы спускаются, очень быстро свой конец в нем встречают. Кто от радиации, кто от мутанта, а кто вообще хрен пойми от чего. О, вот я твой прикид и оценил, чтоб решить для себя. Есть ли смысл подглядеть, в какую ты сторону пойдешь, чтобы через пару дней следом на поиски трупа отправиться. Ответ, к которому я пришел, если что, да, шмотки больно на тебе необычные. Все? Доволен? Мы все еще друзья? Хе-хе-хе. А если я найду твой труп, то поступлю так же. Ну, твое право. Это не писанный закон пустошей. Ну, хорошо, мне пора идти. До встречи, Леха. Какой приятный мужик. Тоже Леха, понимаешь ли, как я. А этот чувак в хоккейной каске, кто такой? Охранник, небось? Крепко сложенный, широкоплечий, хмурый мужчина средних лет деловето кивает вам и расстегивает молнию в своей сталкерской куртке, показывая десятки прикрепленных к подкладке товаров. После этого жеста он хриплым голосом представляется. Добро пожаловать в ад. Ходячий магазин Миши Алтайского к твоим услугам. Надо чего? Так, а если что, со скидочкой, Бартер, провал. Еще что? Тут и так, благодаря всяким выскочкам, которые Хабар распространяют за бесценок, выгоды никакой нет. А еще и скидки? Ну, тогда давай ответ на пару вопросов. Хе-хе. Че еще нынче ждать? Только разговоров. Каждый второй торгашом заделался. В былые времена половина местных сталкеров у меня с нети припасы брала, а теперь, видимо, пришла пора сражаться за клиентов. Ну ничего, посражаемся. Хм. Говори, че хотел. Хорошо торговал в этой местности. Хреново. Единственное спасение было, когда еще с парой товарищей монополию держал. Но сейчас... Ээээ... Это просто ужас. Сталкер сходит в заброс, наберет консерв и уже не вдуло свое ныкает, а другим продает. Предприниматели хреновы. А у настоящих профессиональных купцов берут редко и по мелочи. Не будь я таким хорошим парнем, я бы уже устранял таких дельцов взялся. Хорошо, что ты такой хороший парень. А что скажешь про мертвый город? Сокровищница. Объединенная с гадюшником. Лучше не скажешь. Лаконично. А что это за приветствие? Добро пожаловать в ад. Ты эти слова много от кого здесь еще услышишь? Шутка такая междоусобная. Новичков хорошо пугает, а ветеранов эдакими опытными чертями выставляет. Да и ирония над постоянными опасностями, которые всех тут окружают, в этом приветствии имеется. Потому и прижилось. Ладно, буду знать, ага. А поделишься какими-нибудь слухами? Мышь, куст и еще пара местных сталкеров дворец пионеров разбирались с месяцок назад. Подорвали часть завалов и проникли в кладовую актового зала, где при Союзе всякие выступления и концерты проводились. Поначалу никакого толкового хабара. Старые флаги, транспаранты для маевки, горны, барабаны, бюсты Ленина. Пока до железного ящика в глухом закутке кладово не добрались. Мало того, что это не простой ящик оказался, а холодильник. Да еще и работающий. После всех этих лет на какой-то непонятной чуть ли не атомной батарее. Так еще и его содержимое. Коричневый брикет какого-то непонятного вещества. Четыре игральные кости из спрессованного мяса. Тринадцать позолоченных шприцов с голубой, светящейся жидкостью внутри. Ледовый цилиндр, насаженный на древко. Замороженная пёся голова с ремнями и распорками, чтобы можно было при желании как маску надеть. Модель ленинского мавзолея из белого рафинада. Килограммовый слиток теллура с пробкой, маркировкой и сопроводительными документами на имя какого-то Владимира Георгиевича. Стоит ли говорить? Мужики даже на теллур не позарились. Просто ушли молча и с тех пор только с парой людей об этом обмолвились. О, спасибо за секрет. Если найду, такое обязательно взломаю. Могли бы хоть теллур взять. Давай сменим тему. Давай глянем, что у тебя есть хоть, а? Ни хрена у тебя патронов. О, обалдеть. Ну ты патронный парень, да. А это что такое? Пульки? А, для пневматической винтовки. Смотри, тут веревка. Вот недаром она тут. Наверняка через какой-нибудь завал надо перебираться с помощью веревки. Ну круто, круто. Чё? Я пока у него ничего покупать не буду, потому что я уже затарился. Хватит нам тут лясы точить. Давай отправимся отсюда уже в мертвый город. Что за мертвый город нас тут ожидает? Ну это, ладно. Видимо, карта тут не очень... Подожди, а вот еще один охранник. А ну давай его спросим. Вы видите худого, высокого мужчину. Он испытывающе смотрит на вас, будто ожидая, что вы сейчас устроите драку. Но быстро успокаивается и тихо, с явным огорчением произносит. Чего тебе? Артем Шуган и брат закрыты. Точно тебе говорю. Ибо сам этим Артемом являюсь. Не в духе я больше людей в забросы таскать. Извини. А почему ты не в духе? Может тебе помочь? Мужчина раздраженно щурится. Да как ты тут поможешь? Брата мне с того света вернешь? Эммм... А как это получилось? Как-как? В ходе сталкерства, конечно. Уже уходить собирались с объекта. Больно крики страшные слышались нам в отдалении. Нечеловеческие. Да вот задержался брат мой. И был за эту роковую ошибку разорван на части у меня на глазах какой-то голодной мерзостью. У меня рефлексы, понимаешь? Инстинкты. Как увидел, что у братухи коготь полуметровый из затылка выглядывает. Сразу кинулся к выходу. Даже не разглядел, что за мутант причастен оказался. Будь он проклят. О, блин. Прими мои соболезнования, приятель. Спасибо. Да я так. Я знаю, что с ним все хорошо. Не поленился до песчаных баб сходить. Консерву им положил. Олений бог. Бутылку водки. Сказал, что видят его душу у лесного трона черного козла. С метким луком в руках сидит и ждет начала великой охоты. Просто... Свыкнуться пока не могу с этим, что в этой жизни уже с ним не увидимся. Да, грустно, конечно. Ну, давай-ка сменим тему. Че тебя еще волнует? Давай-ка вернемся к вопросам. Ну, раз хотел, задавай. Стерплю уж как-нибудь. Хоть и не дай этого мне. Чем живешь? Раньше людей водил с братом в забросы и другие интересные места. Целый бизнес на этом деле вырос. Нас даже рекомендовать стали. А потом кончилось все. Ну, не будем об этом. Хорошо, не будем. Как тебе это место? До недавнего времени домом звал. Но ввиду последних моих злоключений перебраться захотелось куда-нибудь еще. В ту же Фогелевку или в Трудоград вообще махнуть. Главное, чтоб поближе к лесу. Вот накоплю деньжат и двинусь. Ладно, удачно у тебя переезда как раз. Мужчина молча кивает головой. А слышал интересные слухи? Люди давно про людоеда-великана, обитающего в пустошах, болтают. Я думал сочиняют, смеялся. А потом этот ублюдок моей двоюродного дядю из Трудограда Жорку Сокола сожрал. Сам я этого не видел, но с описаний самого Жорки это было ужасно. А как Жорка тебе рассказал, когда его сожрали? Интересно. Сперва он ощутил разламывание собственного тела гигантскими, как булыжники, зубами. Потом утопление в мерзкой смердящей слюне, мучительно долгий спуск к наполненной едкой кислотой желудок, переваривание. Беднягу этот случай прям травмировал психически. Теперь даже в домоуправление заходить боится, потому что дверной проем ему рот великана напоминает. А как же он рассказал тебе это все, если этот Эль Гордо, этот великан его сожрал, а? В письме. Мы с ним переписываемся часто. По праздникам даже открытками обмениваемся. Эм, как-то очень странно. Ну ладно, сомнительная история, конечно. Тогда давай я пойду. Все, бывай, мужик. Бывай, да. Что у вас тут интересного есть? Вот это что лежит? Консерва, это твоя? Ой, ее можно взять. Это пустая консерва. Ну, видимо, все, да? Пойдем, значит, по бережку тут посмотрим. А, тут уже конец. Хорошо, а здесь у нас что? Ты посмотри, а? Это же настоящие руины. Короче, нам нужно какого-то губера грохнуть. А губера мы обязательно грохнем. Вот скелета только проверим. Рубль заберем. Ну и все. Ну, это такая, как бы, прелюдия к тому, что нас должно ждать. Давай вот еще скелета обворуем и двинемся в этот мертвый город. А здесь у нас что? А, сюда нас не пускают. Ну, хорошо, так и быть. Погнали. Нихрена себе, смотри, карту сделали, а? А ну-ка, какая она? Ну, такая, смотри, большая карта, да? Если ее открывать, охренеть можно. О, моя. Ну, давай открывать. Это ж сколько приключений нам привалило. О, здорово. Давай отправимся в путь. Я даже не представляю, что здесь можно найти. Ну, предлагаю, если, судя по карте, то давай пойдем, наверное, наверх. Будем открывать эту карту потихонечку, помаленечку. Будем искать. О, вот тут что-то горит. Ух ты. Вы наткнулись на засаду городских бандитов, вахтовиков. Если вы ничего не предпримите, они точно нападут на вас. Я, в принципе, этого и хочу. Кто такие вахтовики? Давай-ка посмотрим. Я, может, за этим и шел, чтобы надрать пару задниц. А вот они стоят. Да. Э, смотри. Это обычная шпана. Сейчас мы их размотаем. Вахтовик, понимаешь ли, прикинь. Так и называется вахтовик. Надо чуточку поближе подойти. Отлично. Ну и последний остался. Вахтовик. Вот так мы разобрались с этими вахтовиками. Без шума и пыли. Давай смотреть, что у них есть. А у них все как обычно. То есть, они ничем не отличаются от обычных бандитов в пустошах. Вот и все. Обычная шпана. Чего и требовалось, понимаешь ли, доказать. Ну а между тем, мы идем дальше. Давай посмотрим хоть что здесь было в этой остановке. Ну, такое. А сюда нельзя заходить? Смотри, написано гастроном. Прикол. И много тут таких у вас гастрономов? Да тут ни хрена нет. Не, не, не. Ребят, сюда не заходим. Тут, короче, везде облучение. Просто облучение. И ничего полезного здесь нет. Все. Идем на глобальную карту. Путешествуем дальше. Вот. Давай дойдем доверху и посмотрим, что здесь может быть. Если кто-нибудь на нас будет нападать, мы будем притворяться, что мы не местные и не вступать в здрав... Это что такое? Из полуразрушенных подъездов и темных подворотен выбираются наружу кошмарные жители мертвого города. Кажется, вы окружены. О, вот это надо посмотреть. Атаковать. Сейчас мы посмотрим, кто они такие. Эти кровавые жители. Где вы тут, ребята? Вот они вы. Ё-моё. Да это же Гули. Гули из Фоллаута. Верните. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот здесь трое, да? Это очень хорошо. Гули, шмули. Нам дофени. Будут получать все. Ты посмотри, как он быстро бегает, а? Ой, да там еще... Аааа! Ни хрена я нарвался! Восемь человек. Ну, я надеюсь... О! Я надеюсь, вы не слишком крутые, ребята. Потому что мне надо, понимаешь ли, посмотреть, кто вы такие. Это тени. Написано, тень убит. Эх, что-то он как-то слабенько бьет. Ну, сейчас мы проверим вас на вкус. Еще ходят! Подожди, откуда ты вышел, чувак? Ни хрена себе. Ну, ладно, подбегайте. У нас на всех хватит. По ходу дела с наступлением темноты здесь выходят вот эти вот козявки. Сюда, сюда! Смотри, как они в ряд выстроились. Но они слабенькие. Они Джульбарсу по одному урону наносят. И что-то они не кончаются. Это очень странно. Я думал, они закончатся, а они его наносят. Что-то их было восемь, стало одиннадцать. Как так-то? Надо, наверное, отсюда Джульбарса убирать. Он сейчас не выйдет. Они вот так и будут муштровать. По ходу дела ему хана. Прикинь, они просто окружают и хренащат его. Ему отсюда не выйти. Нужно кого-то убить, чтобы он отсюда вышел. Офигеть. То есть они слабые, но их очень много. И пока, смотри, ход до нас дойдет, они его в фарш превратят. Что, еще подошли? Еще трое, прикинь. Ты посмотри, они отсюда идут и идут. Они что, бесконечные? Это подстава, ребята. Охренеть. Они и идут, и идут. Все. По ходу дела, нам тут не выжить. Ну, видал? Разобрались мы с ними. За нефиг делать. Только почему-то трупец какой-то странный. Смотри, дергается. Э? Ну, ладно. Давай теперь посмотрим, что было у них. Ничего не было. То есть они просто так, да? Без никто. Без всяких сюрпризов. Ну, хотя бы, не знаю, там, не дали какие-нибудь нацепленные. Нет. Жаль, жаль. Очень жаль. Ну, вот такие вот они. Эти гули. В принципе, ничего сложного в них нет. Вот вообще ничего сложного. Но они очень долгие. Их бьешь, бьешь. А они почему-то размножаются и размножаются. Ну, в общем, такое. Ладно. Пойдем дальше. Здесь, понимаешь ли, что-то горит. Поэтому давай пойдем именно в эту сторону. Городок такой. О, какая-то местность. Давай заходим. Что это может быть? А? Так. Смотрим карту. Ну, она такая приличная. О, муштины какие-то. А кто это может быть, а? Тут у них заход. Тут у них заход. Стоп. Машины стоят. Так. Давай посмотрим. Тут ничего. Какой-то городок. Ну, давай зайдем. Здрасте, ребята. Вы кто? Мужчина в маске встречает вас осторожным кивком. Давай я понять, что заметил вас. Но никак иначе не проявляя особого заинтересованности в дальнейшем разговоре. А что ты тут сторожишь, приятель? Ну, как что? База сталкеров внутри мертвого города. Тут есть два более или менее цивилизованных места. Пристань. С ней ты, полагаю, знаком. И вот это дыра. Можешь пройтись, поболтать с торговцами. Вон, Оксана бродит. В здании еще люди сидят. А какие у вас интересные места есть? А какие на помойке с монстрами могут быть интересные места? Ха? Ну, могу посоветовать взглянуть на остатки старого института. Там опасно. Мы туда особо не суемся. Но, может, ты что интересное там найдешь? Сталкер жестом просит вас достать карту и затем ставит на ней небольшой кружок огрызком карандаша. Новая местность появилась. Спасибо, дружище, спасибо. А какие сплетни бродят по мертвому городу? Да какие-то сплетни. Недавно новички проходили. Так они сказали, что недалеко от Краснознаменного цирк встал. Цирк! Шапито! Эх, сюда они точно не доберутся. Ладно, удачи на посту, Сталкер, а я пойду. Давай спросим другого паренька, что он может нам сказать. Вот ты, например. О, господи, ну и рожа у тебя. Бородатый мужчина в шлеме пилота нервно дергается при вашем приближении. Судя по темным кругам под его глазами, он либо давно не спал нормально, либо имеет хроническую почечную недостаточность. А вероятнее всего, он страдает от комбинаций этих двух причин. Ты почему тоскуешь, старина? Эх, а с чего мне веселиться, а? Как охраняется, братан? Не спрашивай. Хорошо, что словили воровку Соньку бездомную, которая тащила вещи из лагеря. Вот бы еще и от всех бандитов с мутантами так же избавиться. Но нет, это я уже размечтался. Слышал, что интересное? То-то сказал, будто видел какую-то тварь недалеко от нашей базы. Смесь с жуткой бабой и птицей. Для кого байка забавная, а для меня лишняя причина посидеть раньше сроку. Хе-хе, ну понятно, ты же охраняешь, конечно. А что тут интересного есть? Тут? На базе? Да ничего особенного. Все те же люди. Иногда кто новый приходит вроде тебя. Но надолго они тут не задерживаются. Я и сам не понимаю, что я тут еще делаю. Эх, в один из этих дней сбегу. Покину мертвый город навсегда. В один из этих дней. Ладно, удачи на посту, Салкер. А я пойду. Зайдем давай и посмотрим. Это кто такая? Это Оксана, наверное. Могучая женщина лет сорока, одетая в смесь армейской униформы и типичного сталкерского обмундирования, смахивает с плеча длинные темно-русые волосы и кивает вам. Добро пожаловать в ад. Поторгуем? Эх, поторгуем, если скидка будет. Успех. Ладно, небольшую скидку для новоприбышек могу и позволить. Ты же, небось, большую часть жизни вокруг краснознаменного околачивался. Да, тут совсем не та жизнь. Эм, ответишь сперва на пару вопросов? Торговля уместней бы была. Ну ладно, давай спрашивай. Ты тут вижу не так давно. А кто ты вообще? Меня зовут Оксаной. О, точно она. А ты лучше не представляйся. У нас тут так. Кто мертвяка по имени знал, тот его и закапывает. А учитывая, как быстро новички в этих краях мрут. Ну, ты понял. Да, очень приятно, Оксана. Откуда ты родом? Сама я родом из Великих Луг. Но рано путешествовать начала. Побывала и в Минске, и в Даугапилске, и даже у руин внешнего кольца Москвы пару месяцев провела. Неплохо ты погуляла за жизнью. Эх, как. Расскажи про это место. Старики болтают, что при Союзе мертвый город был большим и богатым портом. А теперь, видишь как, культовое место в пустошах, кладовая неизведанных сокровищ. Однако цвет мета под всем этим бетоном больше, чем достаточно для того, чтобы тысячи сталкеров счастливую пенсию обеспечить. Только достать бы его. Да, война все с ног на голову перевернула. А поделишься сплетнями? Мой коллега по цеху, сталкер Дубравин, и так крепкими нервами не отличался. А тут вообще парень с катушек слетел. Не советую с ним много общаться. Шизу еще подхватишь. Хе-хе, будет учтено, спасибочки. Давай сменим тему. Давай сменим. Поторговать захотелось? Ты достала меня, подожди. А что это за приветствие такое жуткое? С легкой руки сталкера-корсара начали всех новеньких в мертвом городе так приветствовать. Другие тебе, может, другую историю этой фразы наплетут. Да они тут сами без пяти минут зелень. А ты, получается, ветеранка здешняя? Женщина ухмыляется и потирает лоб. Ну как сказать. Живу я здесь дольше многих. Значительно дольше. А что это за сталкер-корсар? Он пришел сюда, когда местное население еще не все по пусошам растворилось. От города тогда еще активно фонило. А корсар уже сидел у берега. Да хабар за день натасканный пересчитывал. А если случалось, кому к нему подойти, руку в воздух поднимал примирительно и кричал. Добро пожаловать в ад, братишка. От него и пошло. А потом он ушел. Ну, или если слушать дураков всяких-то. А хотя ладно. Это уже совсем чепуха. Ээээ. Что ты там сказать хотел? Да не стесняйся. Охота тебе чепуху слушать. Ну ладно. Короче, несколько лет назад пара дурней, которых среди нас больше нет, плела, будто бы корсар не ушел и не погиб, а в мертвом городе живет. И не где-нибудь, а повсюду. Как дух. Один мужик его голос слышал, прежде чем в гнездо мермиков-карателей вляпаться на юге города. Другой слышал его предупреждение о гулях по метро на северо-западе. Ну и в таком духе. Только все знают, что человек в таких местах жить не может. Я тебя понял. Хорошо, сменим тему. Давай сменим. Давай теперь поторгуем. Показывай свой хабар. А, у тебя тоже патроны. Патроны это хорошо. Очень хорошо. Я у тебя как раз сейчас их и куплю. Ну вот как-то так. Ладненько. Спасибо, Оксана. Будем знакомы, значится. Давай зайдем внутрь. Что тут написано? Гос, я даже не понял, что это такое. Ког, господи. Непонятно, короче. Так, стопэ, мужик, ты кто? Закусив кончик желтоватого языка, небритый мужчина в сталкерском обмундировании возится с небольшим металлическим кубом, пытаясь то ли сокрушить его в своих мощных ладонях, то ли развинтить на две половинки. Удается ему пока не очень. Заметив вас, мужчина быстро прячет предмет в карман. Тебе чего? А что это у тебя за кубик такой, а? Не твое дело, собачий, вот какой. Хмуро отвечает мужчина, потупив взгляд. Ну давай попробуем харизму? Да ладно тебе. Не украду же я его. Успех. Мужчина пристально смотрит на вас, словно пытаясь найти в вашей внешности хоть что-то, выдающее в вас вора или мошенника, и не обнаружив ничего, усмехается. Эх, ну ладно, ладно. Взгляд слишком честный для подлеца. Лови. Ваш собеседник швыряет вам в руки блестящий металлический куб сантиметров 10 в диаметре. Вы ловите его. Кубик оказывается неожиданно холодным и тяжелым, причем неравномерно, будто в одну из его стенок залит свинец, а остальные пустые. Посмотри сам, потом вернешь. Я эту диковинку в подвале здания обкома у скелета отобрал. Он не то чтобы сопротивлялся, конечно. Хе-хе-хе. Внимание. Внимательно рассмотреть кубик. Давай посмотрим. Провал. Ваши глаза не способны заметить ни единой странности на поверхности кубика. Пощупать и повертеть кубик. Ваши пальцы проходятся по его ощутимым зазорам и неровностям на, казалось бы, гладкой поверхности кубика. Он явно не так прост, как кажется изначально. Вернуть кубик? Ясно, что ничего не ясно. Сменим тему? У меня внимания не хватило, чтобы посмотреть, что это за кубик. К сожалению. А хотя, может вернемся к вопросам? Ну говори, раз захотелось. Кто ты такой? Я сталкер. Прозвище Killdozer. Хе-хе-хе. Неожиданное прозвище. Это иностранное, что ли? Kill? Это ща замочу по-английски. А дозер, как в слове бульдозер, я древние руины потрошу. Схрончики странные раскапываю. А кто на мой хабар носок подточить попробует, того живо прихлопну. Вот как, теперь я тебя понял. Ага. А чем ты тут занимаешься? Чем и все. Сталкерствую. Но на цветмет и другие способы быстро разбогатеть и еще быстрее полечь от рэкетирской пули. Смотрю со скепсисом. Я один из последних романтиков. Я больнички старые потрошу. Дома отдыха, склады. Такие места, где выше вероятность в завал угодить. Или быть покусанным крысами. Но выше и вероятность найти что-то эдакое, нежданное. А ведь этот бездонный, это он про меня сейчас говорил, сыночек. Это ведь я последний романтик. И последний солдат тоже. Приятно. Приятно, когда тебя узнают и уважают. Даже вот в таком вот притоне. Гнилостном. Скверном. Ох, проклинаю. А ты тут при чем, дедок? И офигею. А романтика, наверное, та еще. Давай-ка новый вопросик. Че еще хотел? Как здесь живется? Да нормально. Че бы кто ни говорил. Эй, ясен красен. Детям и старикам тут смерть. За редкими, конечно, исключениями. Но мужику, который не любит у начальства в ножках кланяться и не хочет в банду вступать, в самый раз жетуха и честно, и интересно, и свободно. А смерть, мутации, болезни. Это так. Неприятный осадок. Осадок он у всего. Даже у кофе есть. Нехилый все же осадок. А какие слухи слышно? Самый ржачный слух за последнее время. Это тот, который о сталкерах люди сочинили. Был тут у нас, эээ, с месяц назад. Журналюга из Срудограда. Интервью брал у мужиков. Все нормально идет, вопросы ожидаемые. И тут спрашивают. А правда это, что сталкеры не холостяки на самом деле? А просто жен своих вместе с хабаром под землей прячут. И жены, те сами тоже с виду, как сталкеры. С бородами и в защитных комбезах. Мужики, давай ржать, типа прикольно пошутил. А ведь он это всерьез спрашивал. Про нас реально буржуи такой думают, а? Вот же ж, ты не может быть. Ну все тогда, мне уже спрашивать у тебя нечего. Пока, мужик. Спасибо, что рассказал тут всякую хренотень. Слушай, это что, спуск в метро, что ли? Нифига себе. Метроспуск. Так, вот тут еще один кадр сидит. Давай сейчас к нему и зайдем. Мужчина. Пока. Пока.